12 ноября 2021 года мама Анастасии Кузнецовой долго не могла до нее дозвониться, ведь дочь собиралась вскоре приехать к ней. В полицию женщина заявлять не стала, решила сама приехать к Анастасии в село Кваркино на улицу Центральную. Прибыв по адресу, она обнаружила, что дверь в квартиру была не заперта. Зайдя в нее, женщина громко закричала, а на ее крик вышли соседи и вызвали полицию. Чаще всего, когда мы слышим о зверских преступлениях, нам трудно понять, что движет человеком и что вообще творится в головах таких людей. Обычным людям мысли жестоких преступников недоступны, однако приблизиться к пониманию можно благодаря изучению такой профессии, как психолог. Профессия психолога является не только интересной для изучения, но и актуальной на рынке труда. Так, например, по данным аналитиков Headhunter, за 2023 год потребность в психологах в России выросла на 43%, а количество вакансий увеличилось на 53%. Сейчас самое время для обучения в области психологии. Международный лицензированный онлайн-институт психологии SMART выдаёт гранты на обучение до 60 тысяч рублей, что делает ваш старт комфортнее. Завершив обучение, студенты получают не только диплом о профпереподготовке, но и международный диплом MBA, который откроет двери к работе за границей. Также во время обучения вы сможете начать зарабатывать, а заработок после окончания курса гарантирован и прописан в договоре. В SMART представлено более 35 образовательных программ по психологии, а определиться с нужной помогут специалисты приемной комиссии института. Преподаватели в SMART имеют кандидатские и докторские степени. Более 10 лет опыта и 10 тысяч часов консультации. Обучение в SMART включает в себя не только лекции, но и отработку на реальных кейсах и 400 часов практики под руководством тьютеров с психологическим образованием. Институт является лидером в онлайн-образовании по данным независимого портала сравни.ру и признан общероссийской профессиональной психотерапевтической лигой, что гарантирует высокое признание в профессиональном обществе. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код, чтобы не упустить шанс пройти обучение в институте SMART и получить консультацию специалистов приемной комиссии в выборе курса, подходящего именно вам. В ноябре прошлого года около 6 часов вечера 25-летний житель села Кваркино Александр Кузнецов устроил настоящий ад в своей квартире. Жертвами стали его жена и их общая дочь, которой было всего три. Он нанес несколько ножевых ранений Анастасии, а после задушил дочь. Все происходящее он записывал на диктафон мобильного телефона. Немного позже я включу вам фрагменты этой записи, а полную версию можно будет посмотреть и послушать в моем телеграм-канале, ссылка будет в описании. Полную запись тут выкладывать не буду, потому что она идет 9 минут. Позже именно эта аудиозапись стала неоспоримым свидетельством причастности Александра Кузнецова к совершению столь жестокого преступления. Александр и Анастасия познакомились за пять лет до трагедии через общего знакомого, когда мужчине было 22 года, а девушке всего 15. Между ними сразу вспыхнула искра. Пара быстро закрутила роман и через год отношений Настя забеременела. Тогда она еще ходила в техникум, но после декрета на учебу больше выходить не стала и на работу не устроилась. Но в семье Кузнецовых все складывалось очень хорошо. Пара готовилась стать родителями, оба были счастливы. Александр работал охранником и дорожником, жена готовилась стать мамой. Как отмечали родственники пары, ругались они не часто. Саша очень любил жену и дочку, рассказывала подруга семьи Кристина. Они всегда были вместе. Он своей дочери ни в чем не отказывал, деньги не жалел ни на нее, ни на Настю. Это была хорошая семья. Саша ни разу ни на кого не поднял руку, а если бы поднял, то Настя бы мне обязательно рассказала. Александра и Анастасия проникли семейной жизнью. Женщина следила за домом, а муж публиковал видео, как мужчина меняется в лучшую сторону, живя с женой. Такое видео он опубликовал и за день до трагедии, однако в семье было уже все далеко не гладко. По рассказам друзей в последнее время между супругами были напряженные отношения, пара собиралась разводиться. «Они говорили, что хотят разойтись, но до последнего оставались вместе», рассказывала Кристина. «Мы их недавно видели, о проблемах они не говорили». Случившееся для родственников и друзей стало шоком. Александр жестоко лишил жизни всю семью, после чего сбежал из квартиры. Полицейские тут же объявили его в розыск. Ориентировку разослали во все отделы полиции. Оперативники нашли несколько свидетелей, которые дали разную информацию. Одни сказали, что мужчина пошел пешком через лес, другие, что тот вызвал такси. Но вскоре силовики его все же задержали. Саша сейчас говорит, что узнал об измене жены, но мы в это не верим, она всегда была верна ему, говорит подруга семьи. Мы вообще не можем поверить, что он такое мог совершить. После шокирующего преступления на странице Александра развернулся диалог между теми, кто знал пару. Пользователи соцсетей сообщают, что Анастасии неделю не было дома перед трагедией. Она неделю была у мамы, рассказывала другая подруга Насти, Анна. Он неделю сидел с ребенком, потому что он такой же отец, как и она мать. В тот день, когда ее лишили жизни, она ехала забирать свои вещи. И она сама даже не могла подумать, что так будет. А по поводу того, что он ее бил, ей уже давно говорили уехать от него. Забирали ее оттуда. Некоторые соседи говорили, что по общению Александра видно, что у него есть отклонение. Вот она и решила уйти, только не успела. Следователи уже провели в квартире, где произошла расправа, проверку показаний на месте. Александр детально показал, как совершил злодеяние над женой и душил девочку. Судя по опубликованным кадрам со следственного эксперимента, Александр напал на жену со спины. По окончательной версии следствия, мужчина лишил жизни жену из ревности, а свою дочь – из-за сложившейся ситуации с распадом семьи. Как Александр позже сам признался, по его мнению, девочка не пережила бы того, что увидела, и с возрастом у нее были бы проблемы с психикой. Напомню, что мужчина все происходящее записывал на диктофон. Мотив его действий заключался в том, что молодая супруга решила от него уйти, потому что ей захотелось воли, а мужчина решил, что любимая не достанется никому. В момент расправы над супругой дочь спросила папу, «Мама жива?» «Да, она просто заболела», – ответил мужчина. Дальше я включу ту самую запись, поэтому впечатлительным рекомендую перемотать видео на время, которое вы сейчас видите на экране. Чё тебя тут не устраивало? Ты объясни. Меня что не устраивает? Да. Ну ты объясни, если ты боишься, напиши ты мне. Объясни, чё тебе надо? Волю надо. Волю? Ничего. Ты скажи сначала. Какую волю? Я тебе не давал волю, что ли? Я не пойму. Когда ты дай этого прощения погуляться, на, иди. Чё? Ты мне давал волю. А чё тогда? Ну волю ты мне давал вечер. А. А волю я только с Дашкой. А-а-а. И сейчас я с Дашкой. С Дашкой. Ты хочешь по вечерам гулять, да? А ты понимаешь, ты сама себя не удерживаешь. Да? Да. Ты нахуяришься и кому-нибудь заляжешь нахуй. Волю. Чё вот так говоришь? Ну ты уже проболталась. Ты что, я волю хочу? Ты не волю. Ты до этого мне чё говорила? Волю. А там чё? Волю что ли? Я не пойму. Какая? Там не вода. Ты вода только была. Ты за лето три раза уже съездила. И чё? Я нахуя... Я за... Я за всё лето съездил один раз к бабке, и то оттуда бы её увёз. Чтоб она дальше не болела. Ты сейчас её хочешь туда тащить. Ну не смешно. Ну выздоровит ребёнок. Поедешь потом. Мом, она... Ты сейчас идёшь за матью. У тебя... Ты понимаешь, что ты на меня сердце порвала? Ты на сердце порвала? Ты на сердце порвала, порвала, порвала. Сиди туда. Саша. Ай, ай! Я подокажусь! Ну стой отсюда! Отстой отсюда! Нет, Саша. Давай, я подушу. Не трогай меня издыхуешь. Саша, подойду! Ты меня порвала. Я у тебя... Я убью тебя сейчас. Убью ещё... Нет, Саша! Не надо! Раш, иди к вам воды, пронеси папе. Пронеси папе воды. Я сейчас отпущу маму больную. Не хотела спокойно рассказать и отпустить. Улыбка. Да, она болеет. Вот на твоей существо. Иди, в одессе понеси папе. А попить хочешь папе, иди неси. Улыбка. Аля, пошли в подъем. Улыбка. 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 А своим подругам Анастасия рассказывала, что ещё не нагулялась и рано вышла замуж. Друзья семьи рассказали СМИ, что Александр был из детского дома, хотя мать у него была и позже жила в соседнем селе. Александр, как нуждающийся, получил квартиру по программе социального найма в декабре 2015 года. Купил мебель, технику, своевременно платил за коммуналку. Сначала жил один, потом завёл семью. Глава семейства готовил документы на приватизацию квартиры, как и положено по закону. Александр и Анастасия везде были вместе. Также они приходили и писали заявление на оформление детского пособия. Семья была благополучной, на учёте не состояла. Поводов прийти к ним с проверкой просто не было, пояснила заместитель главы района по социальным вопросам. Все соседи также в один голос говорили, что пара никогда не ругалась, упомянули, что стены в доме тонкие, любые разговоры на повышенных тонах бы услышали, но ничего подобного не было, кроме того самого вечера. Но в полицию никто не заявил, ведь впервые такое. На странице в социальной сети ВКонтакте людей пугал статус Александра, в котором было написано «Моя дочка, как цветочек, как с росинкой лепесточек, светится, растёт и пахнет, кто увидит, тут же ахнет». У людей в голове не укладывалось, как же он мог совершить подобное с дочкой, которую так сильно любил. А гневные комментарии под постами люди ему пишут и по сей день. Как сообщили в региональном следкоме, в настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд. На данный момент мужчина сидит в СИЗО и ожидает суда. Крайние упоминания об Александре Кузнецове в СМИ датируются 10 февраля 2022 года. В тот день Кваркинский районный суд Оренбургской области продлил срок пребывания под стражей. Минимальное наказание для мужчины может быть восемь лет, а максимальное – пожизненный срок. История Анатолия Москвина прогремела на всю страну в ноябре 2011 года. Сотрудники полиции обнаружили в квартире 26 кукол, которые оказались телами мертвых девочек. В течение 10 лет Москвин выкапывал их на кладбищах разных районов области, а потом высушивал с помощью специального раствора из соли и соды. В день его задержания возле дома работало много журналистов. Нас не пускали внутрь, но мы видели, как из квартиры выносят кукол, рассказала нижегородская журналистка. Они выглядели, словно тряпочные, обшитые тканью. Пишут, что в квартире не было запаха, но это не так, даже по улице пошел какой-то смрад, как будто ты поднимаешься на чердак, а там стоит старый сундук, запах сырости, с гнилой примесью, что-то такое. По ее словам, одна из понятых, которая находилась в заполненной куклами комнате Москвина, упала в обморок, и у нее открылось носовое кровотечение. После того, как женщина пришла в себя, у нее началась истерика. Сотрудники следственного комитета рассказывали потом, что женщина кричала, прижимала руки к подбородку, говорила, что ничего не будет трогать в этой квартире и хочет скорее выйти на улицу. Пришлось приложить немало усилий, чтобы успокоить ее и продолжить работу. Впрочем, нервы сдавали и у самих следователей. Во время допроса они постоянно выходили, потому что не могли спокойно слушать откровения Москвина. По словам источников в правоохранительных органах, если бы не мумии, квартира, в которой жил Москвин и его родители, выглядела бы совершенно обычно. Советский интерьер, множество книг, фарфоровые куклы на шкафах. Мертвых кукол Москвин держал в своей комнате. Почти всех. Одетые в платье мумии сидели на диване. Некоторые имитировали чаепитие. Для них на столике был поставлен детский игрушечный сервиз. Внутрь мумии были вмонтированы механизмы от музыкальных игрушек или шкатулок. При прикосновении они говорили что-то вроде «Папа, я люблю тебя» или пели песенку «Мишка очень любит мед». Когда их начали выносить, из тел слышалась музыка. Это было жутко. В некоторых телах следователи обнаружили личные вещи погибших. Внутри одной был зашит кусок могильной плиты с ее именем, в другой — больничная бирка с датой и причиной ее смерти. Разложившиеся тела Москвин дорабатывал, набивал тряпками, обшивал капроновыми колготками, пришивал головы плюшевых игрушек. Он вставлял пуговицы на место глаз или игрушечные, чтобы те могли смотреть с ним мультики. На допросах Анатолий заявлял, что любил своих девочек и заботился о них, как и живых. «Вы избавлялись от тел, а я их подбирал», — говорил Москвин. У каждой из его девочек было свое имя и своя история. Среди них были и нелюбимые дети, которых он держал в гараже. На допросе Москвин рассказал, что выкапывал тела от одиночества. Он был холост и мечтал о детях. Усыновить ребенка ему не позволили органы опеки из-за мизерной зарплаты университетского преподавателя. В мае 2003 года я поругался с родителями, потому что они не давали мне благословения на то, чтобы удочерить девочку из детского дома. Тогда я сказал матери, что буду заниматься черной магией и входить в контакт с духами детей, мумифицировать их тела и хранить дома. Мать ответила, чтобы я занимался, чем хотел. Я очень расстроился и пошел гулять по кладбищу Красная Этна, чтобы успокоиться. В тот же день я обнаружил неприметную могилу девочки, решил ее раскопать. 9 мая 2003 года вечером пришел на могилу, разрыл до гроба. Я выдолбил отверстие в крышке гроба у изголовья и через него вытащил то, что осталось и гробу. Оно было в очень плохом состоянии, покрыто личинками и сильно разложено. Девочка была одета в белую блузку, черную юбку, белые колготки и туфли. У нее были длинные волосы. Когда я решил впервые попробовать мумифицировать тело. Перенес его в отдаленный угол кладбища и закопал ее в заброшенную могилу какой-то бабушки. Чтобы правильно мумифицировать тело, нужна сода и соль. Их смесь Москвин называл вакциной. В магазине купил эти вещества, на помойке нашел старые капроновые чулки и сделал из них мешочки. Насыпал в них соду и соль, стал привязывать к останкам. Эти мешочки я менял раз в неделю. Влажные мешочки сушил тут же на кладбище. Людям, которые обращали на меня внимание, говорил, что кормлю птиц. 25 июля 2003 года я обернул тело разной одеждой и в рюкзаке перенес его к себе домой. Постепенно в его доме появлялись и другие куклы. Почти все они находились в его комнате, и лишь одну из них, Машу, он поселил в комнате родителей. Теи представить не могли, что несколько месяцев жили в одном помещении с телом. Думали, что сын делает кукол из подручных материалов, а на своеобразный запах не обращали внимания. Трудно сказать, что чувствовал Москвин после того, как его тайная жизнь стала достоянием общественности. Но жизнь его престарелых родителей превратилась в сущий ад. Они стали городскими изгоями, с ними перестали общаться соседи, неизвестные пытались бить окна в их квартире и писали оскорбления на стенах дома. Его родители наглухо закрылись от журналистов. Единственной, кому удалось пообщаться с ними, оказалась московская активистка и медсестра психиатрической клиники. Женщина посетила Москвиных в августе 2013 года и разместила об этом пост в своих социальных сетях. По ее словам, родители оказались интеллигентными пенсионерами, бывшими инженерами, оба тридцать восьмого года рождения. Мама Эльвира Александровна прижалась к стенке, когда мы вошли. Она привыкла, что приходит с обысками, забирают книги и вещи. Мы были первые за эти два года, кто пришел к ним не с целью мародерства и унижения. Как-то позвонили с передачи «Пусть говорят», хотели пригласить их, но мама отказалась. Сказала «Я не выдержу еще раз такого позора и издевательств», написала девушка, цитируя маму Анатолия. Пожилые супруги рассказали о преследовании сына в 2010 году. Москвин написал статью, где говорилось о том, что во время татаро-монгольского нашествия татары издевались над русскими женщинами. За это татарские краеведы обвинили журналистов в экстремизме, и им заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. На обыске к Москвину приехали восемь полицейских, тогда-то и обнаружили кукол. В отношении него было возбуждено уголовное дело о надругательстве над телами погибших и местами их захоронения. После суда и обысков, угроз и унижений мама предложила папе умереть. Папа говорит, нельзя. Отец перенес инфаркт, у матери начался сахарный диабет. Их год таскали по следствиям. Судья сказала матери, он на почве больших знаний сошел с ума. Родители Москвина хотели продать квартиру, но покупателей на жилье с такой историей не нашлось. В итоге они просто пригласили в дом священника, и тот, осветив его, сказал, «Все проблемы от того, что в церковь вы не ходите». С тех пор они вместе ходят в церковь и продолжают регулярно навещать сына в стационаре, приносить ему домашнюю еду. Из-за сильных препаратов он очень медленно двигается, плохо говорит, теряет зрение, не может писать, изо рта течет слюна. Большую часть суток спит, остается почти безучастный к разговору. Немного улыбается, только тогда, когда мама начинает рассказывать про кота Барсика. Журналисты рассказали, что переговорили со знакомыми родителей, одну из девочек. Анатолий выкопал маленькую Вику, но та, видимо, не подошла для кукол, и он отнес ее обратно. Для матери, отмечает журналистка, было невыносимо два раза пережить похороны дочери. Родители рассказывали трагические подробности жизни их сына. Со слов матери Москвина, над ним отличником, тихим ребенком, тратившим все свободное время на изучение языков, постоянно издевались в школе, а в третьем классе мальчик стал жертвой надругательства. Проблемы с психикой у Москвина начались, когда ему было 13, после того, как он прошел обряд венчания, покойницей. Эту историю краевед впоследствии описал в своем дневнике, а несколько лет спустя ее опубликовала его коллега, нижегородская журналистка. 4 марта 1979 года наша школа занималась сбором макулатуры, вспоминал Москвин. Мы ходили по подъездам, звонили во все двери и требовали старые бумаги. Около одного из подъездов стояла крышка гроба. Накануне нам уже сказали, что в соседней школе погибла девочка, Наташа Петрова, принимала в ванну, а когда мокрая стала вылезать из воды, задела оголенный провод и мгновенно скончалась от разряда. Ей было всего 11. Выйдя из подъезда с макулатурой, мы попали прямо на вынос гроба. Видимо, мать Наташи была членом, какой-то секты. Начать с того, что на похоронах не было никого из одноклассников, зато пришло несколько десятков женщин и мужчин в черных одеждах. Все они держали горящие свечки и что-то заунывно пели, не по-русски. Заплаканная женщина, ведьма мать покойной, подала мне крупное венгерское яблоко и поцеловала в лоб. Она подвела меня к гробу и, пообещав много конфет, апельсинов и денег, велела поцеловать покойницу. Я залился слезами, умолял отпустить, но сектантки настаивали. Все снова запели молитвы на непонятном мне языке, а кто-то взрослый, с силой, пригнул мою голову к восковому лбу девочки в кружевном чепчике. Мне не оставалось ничего другого, как поцеловать, куда приказано. Так я сделал раз, другой и третий. Мне велели повторять значетчицей длинное заклинание на старорусском языке. Когда заговор закончился, мне велели взять свечку и покапать воском на грудь наташинского синего платьица. Затем мне подали два стертых медных кольца, велели одно насадить невесте на палец, другое надели на палец мне. Ближе к концу учебного года Наташа начала сниться мне чуть ли не каждую ночь, распевая нескладные песенки. Дальше моя бездыханная невестка потребовала от меня во сне, чтобы я начал изучать магию и обещала научить меня всему. Требовалось лишь мое согласие. Я, естественно, был против. Летом я уехал в деревню, и ночные посещения прекратились. Но они возобновились в первую же ночь, когда я вернулся в город. Наташа являлась ко мне как бы в дымке, вскоре я начал чувствовать ее близость по специфическому холодку. У меня начались галлюцинации, по ночам я стал бредить. Врач, к которому обратились за помощью мои родители, объяснил это явление гормональной ломкой. Повзрослев, Москвин стал преподавать в университете филологию и иностранные языки. Он был настоящим полиглотом, знал 13 языков. Но в какой-то момент у мужчины произошел конфликт с коллегами, и те настояли на его уходе. После этого Москвин стал зарабатывать репетиторством на дому, писать статьи в местной газете и заниматься некрополистикой. На своих двоих Анатолий исколесил всю Нижегородскую область, ночевал в гробах, на жаре пил воду из луж. В интервью Москвин рассказал, что интересовался кладбищами с детства, того самого венчания. Он за два года осмотрел 752 кладбища, проходя по 30 км в день. Через несколько лет после этого, в 2012 году Москвин давал уже другое интервью. Находясь в клетке в зале суда, он пообщался с журналистками, которые сумели пробраться к нему со своими вопросами. Всех интересовало, каким образом краевед мог оставаться незамеченным, десять лет выкапывая тела детей. Для чего превращал их в мумии? Почему хранил в своей квартире? По словам Москвина, он с самого начала знал, что совершает преступление, но ему было жалко детей, он хотел их воскрешать. Я просто хотел, чтобы для будущего клонирования был какой-то материал, объяснял подсудимый. Соответственно, чтобы они еще жили по второму разу, поскольку мне было их очень жаль. Некрополист рассказывал, что хранил в тайне свои темные дела на протяжении десяти лет и был уверен, что никто из родственников погибших никогда о них не узнает. По словам Москвина, даже его родители не знали, из чего сделаны многочисленные куклы в их доме. Я очень хотел ребенка. Да, мне очень хотелось, чтобы была своя дочь, чтобы передать ей все знания, что у меня есть. У меня была большая библиотека. Очень хотелось. В первое время мне не давали удочерить родители. Они думали, что я не справлюсь. Потом, видя насколько я этого хочу, родители мне разрешили. Но там возникли проблемы с органами опеки и попечительства. Поскольку сказали, что у меня маленькая зарплата. А я действительно никогда не стремился за деньгами. Я всегда стремился, чтобы была польза, чтобы было интересно. По словам Анатолия, вначале он выкапывал тела тех детей, с которыми у него был контакт. Они якобы приходили к нему во сне. Но затем стал выкапывать вообще всех подряд. Подсудимый отмечал, что выкапав 26 тел, он зашел в тупик и не знал, что делать дальше. Никаких новых данных в его исследованиях не появлялось. Дело в том, что он очень страдал от одиночества, особенно в летний период времени, когда родителей не было и когда они забирали кота. В мае 2012 года состоялся суд. Москвин был признан невменяемым. Суд освободил его от уголовной ответственности, назначив принудительное психиатрическое лечение. Страна обвинения была удовлетворена решением и отказалась обжаловать приговор. Москвин был направлен в психиатрическую больницу на полгода. Однако каждые полгода суд продлевает срок еще на полгода. Летом 2015 года Москвин был отправлен на повторную психиатрическую экспертизу и 30 июля принудительное лечение было продлено. Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области назвал дело Москвина исключительным и не имеющим аналогов современной криминалистики случаем. Коллеги отзывались о подсудимом как о добром, гениальном и пунктуальном специалисте и следователе. Странности относили к причудам интеллекта. Последнее упоминание об Анатолии 25 декабря 2021 года. В этот день суд продлил срок пребывания преступника в лечебнице еще на год. Сегодня речь пойдет о Шабловском душегубе – первом серийном маньяке в истории Советского Союза. Он расправился с 29 жертвами и вселил страх в сердца москвичей. Когда Комарова поймали, горожане хотели линчевать его, а процесс над маньяком, который проходил в стенах Политехнического музея освещал сам Михаил Булгаков. Какие были у него мотивы и почему его дело одно из самых странных и необычных? Про него уже сняли много видео, но я хочу рассказать вам свою версию этого дела, поэтому буду благодарен лайку и подписке после просмотра видео, а также обязательно напишите свое мнение по теме в комментариях. Василий Комаров родился в 1877 году в Витебской губернии. При рождении он получил фамилию Петров, по отцу Терентию. Последний был обыкновенным рабочим на железной дороге, звезд с неба не хватал, зато очень любил горячительные напитки. Впрочем, пристрастием к спиртному грешил не только он, но и все члены его многодетной семьи. Судьба многих из 12 его детей неизвестна, но один из братьев Василия Комарова закончил свою жизнь на каторге. Он попал туда за лишение жизни собственного начальника. Как несложно догадаться, преступление осужденный совершил состояние алкогольного опьянения. Сам Комаров работать начал рано, в 13 лет он устроился пастухом, а пить начал и вовсе в 10 лет, причем в ход шло все подряд, от самогона до спирта. При этом будущий маньяк практически не болел, природа наделила его удивительно крепким здоровьем. В 16 лет Комаров определился на службу к одному из местных помещиков, но тот оказался жадным до денег, и тогда Василий сменил работодателя. Правда и новый юношу не устроил, платил хорошо, но и работать заставлял много. В конце концов Комаров ушел трудиться ремонтником к отцу на железную дорогу. Все заработанное Василий спускал на выпивку и закуски, но денег часто не хватало, и тогда Комаров подворовывал у соседей. Беспробудное пьянство Комарова прекратилось благодаря призыву в армию, куда он попал в 20 лет. Вернувшись через четыре года в Витебск, Василий решил обзавестись семьей и вскоре взял в жены односельчанку. Модель семейных отношений своих родителей Комаров перенес и в свою семью. Они с женой, которая оказалась жуткой ревнивицей, часто пили, ругались и дрались. Тем не менее их жизнь нельзя назвать унылой. Супруги много путешествовали по Российской империи, а спиртное не давало им скучать. Правда, на выпивку и закуски нужны были деньги, и главе семейства пришлось пойти работать на военный склад. Но заработанного не хватало, и тогда Василий решился на аферу — продать налево партию сушеных яблок и еще кое-что из провианта, после чего попал на скамью подсудимых. Отсидев около года, он решил начать жизнь с чистого листа. В очередной раз бросив ревнивую жену, Комаров перебрался в Ригу, о которой слышал много хорошего из рассказов зэков. А однажды, наведавшись в родной Витебск, Василий узнал, что оставшаяся без средств к существованию жена изменила ему, отравилась и умерла. Горевал Василий недолго и, вернувшись в Ригу, женился повторно. Его новой спутницей жизни стала вдова с двумя детьми — полька по национальности. Она была покладистой и не пьющей, а Комаров, привыкший к иной модели семейных отношений, нередко поднимал руку на жену и ее детей. Супруга побои терпела, так как Комаров все же обеспечивал семью. Причем держалась она за непутевого мужа настолько крепко, что со временем стала соучастницей его жестоких преступлений. В 1915 году семья Комарова перебралась в Поволжье, спасаясь от подступавших к Риге немецких войск. С началом революции Василий принял сторону красных. Образу угнетенного пролетария немало поспособствовал тюремный срок. Комаров удачно выставил себя невинной жертвой царского режима, а вдаваться в детали его биографии в то смутное время никто не стал. Сам же Василий освоил азы грамоты и начал активно бороться с контрреволюцией, дослужившись со временем до командира взвода. Комаров лично участвовал в казнях, начав с расстрела офицера. В тот момент Василий сделал для себя большое открытие. Он внезапно осознал, что ему нравится лишать жизни людей. Однажды Комаров попал в плен к Белым, но благодаря своей хитрости и изворотливости Василий сумел избежать смерти. Что происходило с Комаровым в плену у Белых, навсегда осталось тайной. Но год спустя он вернулся в Москву, как ни в чем не бывало. К тому моменту он оставил в прошлом свою фамилию Петров, официально стал Комаровым и обзавелся весьма солидным состоянием. Денег ему хватило на покупку хорошего дома на Шаболовке. Происхождение его богатств доподлинно неизвестно. По одной из версий, попав в плен, Комаров согласился стать шпионом Белых, за что и получил немалые деньги. Впрочем, другая версия выглядит куда более правдоподобно. В смутные годы революции Василий занимался воровством и грабежами, на чем и сколотил свое состояние. Семья Комарова безбедно жила несколько лет, но со временем деньги закончились. И в начале 1921 года, когда в стране объявили новую экономическую политику, Василий купил лошадь и занялся извозом. В начале Комаров трудился в центральной комиссии по эвакуации населения, возил грузы и людей, а заодно понемногу воровал и сбывал похищенное на рынке. Впрочем, долго в комиссии он не продержался и перешел в частные извозки. Но работал Комаров странно, пассажиров брал редко, а время в основном проводил на конном рынке. Позже на суде Василий объяснит, он решил бороться с наплывом спекулянтов и беззаконников, причем самыми радикальными методами. Первой жертвой Комарова в феврале 1921 года стал обычный крестьянин, который приехал в Москву покупать лошадь. Торговцы на конном рынке указали покупателю на Комарова, мол, тот как раз собирался продавать своего коня. Крестьянин и Василий договорились о сделке и отправились на Шаболовку к Комарову для окончательного расчета. Незадолго до этого хозяин дома предусмотрительно отправил жену и детей на прогулку. Сделку, как водится, решили обмыть. Быстро опьянев, крестьянин проникся к Комарову доверием и принялся откровенничать и делиться планами. Вернется с лошадью в родную деревню, обменяет ее на зерно, а его потом продаст в Москве и выиграет по деньгам. Позже на суде Комаров признается, именно в тот момент он ощутил невероятный прилив ненависти к крестьянину. Хозяин отлучился якобы за спиртным, а сам взял в чулане молоток и обрушил его на голову гостя. Михаил Булгаков, который работал по делу Комарова в качестве корреспондента, так описал свое видение процесса расправы. Так забивают скотину, без сожаления, но и без всякой ненависти. Выгоду имел, но не фантастически большую. У покупателя в кармане была приблизительно стоимость лошади. Никаких богатств у него в наволочках не оказалось, но он пил и ел найти деньги, и семью содержал. Имел как бы убойный завод у себя дома. Расправившись с жертвой, Комаров раздел погибшего, привязал руки и ноги к животу, упаковал тело в мешок и оттащил на соседний, заброшенный участок, где стоял полуразрушенный дом. Со временем он спрячет там еще немало тел. Вскоре после своего первого преступления Комаров стал выходить на охоту регулярно. Своих жертв он находил все там же, на конном рынке. Схема оставалась прежней. Знакомство, уговор о продаже, предложение обмыть сделку у Василия дома. Там жертв уже ждал молоток, веревка, ею маньяк душил тех, кого не лишил жизни первым ударом и оцинкованная корыта. Последнее Комаров подставлял под раны, откуда хлестала кровь, чтобы не пачкался пол. Свидетелем одного из нападений стала жена Василия, которая вернулась не вовремя. Правда, она даже не подумала сообщить об этом в правоохранительные органы. Вместо этого женщина безропотно отмыла кровь от пола. Вскоре жена Комарова настолько смирилась с кровавым ремеслом своего супруга, что даже участвовала в застольях, усыпляя бдительность гостя, а после брала ведро, тряпку и принималась за работу. Свою работу жена выполняла на совесть. Позже сыщики пытались найти хоть какие-то следы крови на полу, но безуспешно. После каждой расправы Комаровы усердно молились за невинно отнятые души. А порой хозяин дома даже приглашал к себе священников из ближайшей церкви, а после, в знак благодарности, поил вином. За год Комаров расправился с семнадцатью жертвами и однажды понял, что поблизости попросту нет свободных мест, где можно незаметно хранить тела. Тогда маньяк придумал новую схему. После очередной расправы он прятал тело в мешок и под покровом ночи вез на телеге к берегу Москва-реки, куда и сбрасывал. Во время одной из поездок Комарова остановил милиционер, который поинтересовался, что находится в повозке. Палач с невозмутимым видом предложил стражу порядка лично проверить мешок, но тот не захотел и просто отпустил Василия. После этого маньяк стал брать жену на каждую поездку к Москва-реке. Семейная пара, по мнению маньяка, не вызывала подозрений. Впрочем, река оказалась не лучшим местом для сокрытия тел. Со временем они стали всплывать, пугая рыбаков. Да и тела, спрятанные Комаровым в столичных закоулках, тоже стали находить случайные прохожие. Так на пустыре у Конного переулка нашли останки брата и сестры. При жизни они торговали на Смоленском рынке. Уже наследствие выяснится, что лишать жизни девушку Комаров не собирался, к себе домой он привел лишь ее брата. Но в ходе застолья выяснилось, гость не захватил с собой денег. Вся его бухгалтерия находилась у сестры. Тогда Комаров не поленился сходить за ней, а затем расправился вместе с братом. Два тела маньяк сумел запихать в один мешок, но хорошо закопать их не удалось, из земли остались торчать ноги. Вскоре после страшной находки у Конного переулка, горожане обнаружили несколько тел на пустыре, рядом с недостроенной баней. Жертв Комарова продолжали находить и позже. Всего обнаружили останки 22 человек. Москвичей охватил ужас. Рассказы о загадочном маньяке передавались из дома в дом. Команду поймать палача дал лично Владимир Ленин, и на Комарова была объявлена настоящая охота. В ней участвовали лучшие сыщики и криминалисты столицы, которые по характерному почерку определили все нападения – дело рук одного человека. Вычислили и его предположительную профессию. Мешки со следами овса, в которых были спрятаны тела, маньяк завязывал особым образом. Сыщики смекнули, что им нужен извозчик. Но в то время в Москве лишь официально трудилось около двух тысяч кучеров, а ведь помимо них были свои извозчики и у всевозможных городских контор. Проверить каждого едва ли было возможно. С другой стороны, тела жертв находили в замоскворечье, что сужало круг поисков. Предполагаемый душегуб должен был обитать где-то неподалеку. Но даже с учетом этой зацепки Комарова могли бы ловить еще очень долго, если бы маньяк сам не допустил роковую ошибку. Не рассчитав силы, он слишком глубоко проломил череп одной жертвы. Пытаясь остановить хлещущую кровь, Комаров накрыл голову детской марлевой пленкой. Незадолго до этой расправы он стал отцом и вместе с ней затолкал тело в мешок. Семейного извозчика из замоскворечья с грудным ребенком сыщики вычислили быстро. Весной 1923 года опергруппа прибыла домой к Комарову. Действовали очень осторожно. Хозяину сообщили, что разыскивают подпольных самогонщиков. Не заподозрив подвоха, маньяк пустил к себе сыщиков. Его не смутил даже тот факт, что в это время у него дома было спрятано тело очередной жертвы. Неладное Комаров заподозрил лишь после того, как оперативники стали тщательно осматривать пол. Не дожидаясь неизбежного разоблачения, маньяк выскочил в окно и сбежал. Он сумел добраться до подмосковного села Никольское, где укрылся у знакомой молочницы. Там милиционеры и застали его за довольно странным занятием. Комаров писал мемуары о своих жестоких расправах. При этом преступление он изрядно приукрасил, среди прочего превратив сообщников в собственных соседей. На следственных экспериментах милиционеры с трудом сдерживали собравшийся народ. Горожане хотели линчевать Комарова. Кое-кто даже требовал сварить маньяка заживо. По Москве поползли слухи, мол, шабаловский душ и губ, так прозвали палача, скармливал свиньям внутренности своих жертв. Подобные обвинения Комаров невозмутимо парировал. Если бы кормил, я бы больше поросят завел. Но сам факт по итогу не отрицал. Комарова и его супруга осмотрели трое лучших психиатров СССР. Их вердикт был единодушен. Супруги вменяемы. Правда, самого палача признали дегенератом на почве хронического алкоголизма. Суд над первым маньяком Союза проходил в здании Политехнического музея. Свою вину Комаров не отрицал, рассказывая о собственных преступлениях, крайне цинично. Людей подсудимый называл исключительно чудаками, а сам процесс расправ описывал фразой «раз и квас». При этом на собственную судьбу ему было наплевать. «Все по колеям», — усмехнувшись, ответил Комаров в ответ на вопрос об ожидаемом приговоре. На суде Душегуб сообщил о 33 жертвах, но следствию удалось доказать лишь 29 расправ. Впрочем, приговор и так был очевиден — смертная казнь. Супругов Комаровых расстреляли в июле 1923 года, а их детей отдали на воспитание в приют. С тех пор фамилия Комарова на протяжении многих лет стала нарицательной. Так москвичи в обиходе начали называть душегубов. Забывать о Шаболовском маньяке стали лишь в годы Великой Отечественной войны. Впрочем, в народе ходили слухи, что сын Комарова в военные годы нередко расстреливал мирных жителей. Но, скорее всего, эти слухи пускали просто для устрашения. Сегодня я расскажу вам об Александре Комине, который держал в своем подвале рабынь. Маньяк заставлял их шить вещи на продажу, но главной его страстью были изощренные расправы, которые он придумывал для своих невольниц. А еще Комин мечтал о подземном царстве, в котором его рабыни рожают ему маленьких рабов. Александр Комин родился 15 июля 1953 года в городе Вятские Поляны Кировской области, где впоследствии и совершил все свои преступления. Окончил восемь классов, в возрасте восемнадцати лет был осужден на три года лишения свободы за хулиганство. Отбывая наказание, Комин работал на швейной фабрике при колонии. Работа портного настолько ему понравилась, что, освободившись, он окончил техникум по этой специальности. Однако в небольшом городе реализовать призвание Комина было сложно, поэтому он работал сторожем, электриком, разнорабочим. Как впоследствии расскажет Комин, он, отбывая наказание за хулиганство, познакомился с одним заключенным, который был осужден за то, что держал в подвале нескольких бомжей, заставляя их на себя работать. Тогда, по его словам, он впервые увидел человека, который пользовался неограниченной властью над другими и захотел испытать то же самое. В советскую эпоху, учитывая опыт своего сокамерника, Комин рисковать не стал, однако распад СССР дал ему такую возможность. Для начала Александру нужен был надежный партнер. Вскоре работая в ночную смену, он предложил свой план напарнику, Александру Михееву, и тот согласился. Поначалу Комин планировал лишь организовать в бункере парник с электроподогревом, в котором бы выращивались овощи. Впоследствии Комин и Михеев планировали продавать их в кафе. По их плану внизу работали бы не они, а их подневольные работники. Александр имел собственный гараж, номер 198 в гаражном кооперативе «Идеал», хотя у него не было автомобиля. Вскоре будущего маньяка также осенила новая идея – создать собственное швейное производство. Почти четыре года компаньоны рели под гаражом подземный бункер, где устроили несколько комнат, провели электричество и вентиляцию, и сделали лебедку, выполнявшую роль лифта. К началу 1995 года подземная тюрьма была готова. Вскоре начались поиски будущих рабов. Идеальным вариантом для них была одинокая, молодая портниха. Некоторое время Комин и Михеев ходили по городу, искали потенциальных подневольных работников на рынке и вокзале, но безуспешно. 13 января 1995 года возле школы номер три по улице Гагарина Комин встретил некую Веру Толпаеву, который предложил встретить Старый Новый Год в хорошей компании и привел в гараж. Там Комин дал ей выпить водки с подмешанным в нее клофелином. Толпаеву Комин использовал для своих половых утех, но шить она не умела. Анатолий выпытал у нее информацию о портнихе Татьяне Мельниковой, которая должна была стать следующей узницей. Ее адреса Толпаева точно не сказала, она звала лишь улицу «Пароходная». Отправившись на поиски, маньяк неожиданно встретил на этой улице своего салагерника Николая Малых, который по совершенно невероятному стечению обстоятельств оказался сожителем Мельниковой. Предложив им обоим отпраздновать встречу, он вновь напоил их водкой с клофелином. Однако Комин понимал, что Малых, зная законы криминального мира, никогда бы не стал на него работать и представлял опасность. Комин с Михеевым раздели его, вывели из гаража и оставили в бессознательном состоянии во двадцатиградусный мороз. Его тело было обнаружено через неделю. Смерть Николая Малых не вызвало у милиции подозрений. Основной версией стало то, что бывший уголовник выпил лишнего, заснул на улице и замерз насмерть. Мельникова начала шить для Комина халаты и трусы, которые он сбывал на рынках и предприятиях. Параллельно продолжалось строительство бункера, где Толпаева была подсобным рабочим. Однако пользы от нее было немного, и поэтому Комин решил заполучить узника для земляных работ. 21 марта 1995 года у магазина на улице Урицкого Анатолий и Михеев встретили крепкого, но пьющего 37-летнего Евгения Шишова. Тот согласился на выпивку и вскоре тоже оказался в бункере, но пользы от похищенного на строительстве было немного. Комин выяснил, что Шишов электрик четвертого разряда. Маньяк не мог допустить, чтобы кто-либо из его узников разобрался в электрических узлах бункера и отключил лестницу от тока. Для казни Шишова он изготовил электрический стул, обмотал ему ноги и руки оголенными проводами, подключил к розетке и заставил Толпаеву и Мельникову нажать на два выключателя одновременно. Тело Шишова подняли на лебедке наверх, отвезли в лес и бросили там. Мельникова не смогла удовлетворить запросы надзирателей, и он выпустил Толпаеву, чтобы та помогла найти ему новую узницу. 16 июля 1995 года Толпаева привела в гараж Комина Татьяну Козикову, над которой через пять дней должен был состояться суд за мелкое хищение. Мельникова обучила Козикову. Невольницы работали по 16 часов в сутки. Норма — 32 халата в день. Вскоре девушки решились на побег. Осуществление плана затруднялось тем, что гараж был открыт, и лестница была отключена от тока только тогда, когда Комин находился внутри. Получив момент, женщины заперли его в одну из комнат, однако убежать они не успели. Комин вырвался и подавил бунт. Он предложил на выбор — либо он разрезает девушкам рты, либо делает им на лбах татуировки — раб. Все выбрали второе, что Комин и сделал. Теперь, когда маньяк заходил в гараж, он давал сигнал лампочкой, и узницы должны были надеть на себя ошейники, а ключи от них кинуть на пол. Тем временем Толпаева должна была искать новых узников, однако она, неожиданно для Анатолия, пропала. Решив, что она уехала из города, он сам продолжил поиски. Во время посещения вокзала он обратил внимание на молодую женщину, 27-летнюю Татьяну Назимову — бомжа. Однако Назимова была тяжело больна психически и физически, поэтому подвергалась только регулярным надругательством. Однако через год, когда она надоела компаньонам, Комин лишил ее жизни, напоив тормозной жидкостью, предварительно оставив ее без одежды на несколько дней. Тело Назимовой Александр на санках повез в сторону городского морга, желая оставить его у входа, однако через двести метров от гаража, испугавший случайного прохожего, бросил тело и убежал. Все это время Комин вел и вполне обычную жизнь — он проживал в квартире дома номер 53 по улице школьное вместе со своей сожительницей, но при этом ежедневно ходил в свой гараж. Ни сожительнице Комина, ни его соседям не показалось странным, что он постоянно ходит в гараж, в котором давно уже не было никакого автомобиля. Также Александр состоял на учете, безработных, на бирже труда и регулярно получал пособие об безработице. Александр занимался общественной деятельностью. В это время он уже был в зените предпринимательского успеха. Кроме обычной продукции швейной фабрики, теперь невольницы, стали шить ризы для местных священников и даже ткали иконы. Также Комин заставил их выткать огромный герб России, который пытался продать в администрацию Вятских Полян и даже руководство местной полиции, но на его несчастье в казни не осталось денег. В январе 1997 года Комин неожиданно встретил в городе пропавшую Веру Толпаеву. Он предложил ей уже новые условия сотрудничества, теперь она должна была искать рынки сбыта продукции швейной фабрики за соответствующее награждение, а также не забывать приводить новых узниц. Через несколько дней Толпаева привела в гараж 22-летнюю Ирину Ганюшкину, которую впоследствии Комин пытался искусственно оплодотворить при помощи шприца с тем, чтобы в буквальном смысле начать выращивать для себя новых рабов. Вскоре Комин при помощи все той же тормозной жидкости решил жизни Толпаеву, только в отличие от Назимовой она промучилась несколько часов. Арест Александра Комина произошел вследствие его идеи зарегистрировать брак с Ириной. Козикова и Мельникова, поняв, что это их шанс на побег, уговорили Ганюшкину согласиться. Александр угрожал расправиться с двухлетней дочерью Ганюшкиной в случае, если она попытается сбежать. Женщина согласилась, и когда Комин на несколько минут оставил ее в квартире без присмотра, побежала в милицию. Произошло это 21 июля 1997 года. Поначалу сотрудники не поверили заявительнице, но когда она назвала имена находящихся в бункере, сразу же потребовали указать его местонахождение. Александр Комин был арестован около своего гаража. Чтобы скрыться, он попытался направить оперативников вниз по лестнице, которая была под напряжением, и также к ней проводами были подключены два газовых баллона, чтобы вызвать взрыв и последующее уничтожение всех улик. Однако Ганюшкина заблаговременно сообщила об этом. Внаруженных в бункере Козикову и Мельникову госпитализировали. Анатолий и арестованный вслед за ним Михеев вскоре стали давать показания и признались в совершении четырех убийств, незаконном лишении свободы еще трех человек, использовании рабского труда, незаконном предпринимательстве, надругательстве и принуждению. В 1999 году Кировский областной суд приговорил Александра Комина к пожизненному лишению свободы. 16 июня того же года, через четыре дня после вынесения приговора, дожидаться отправки на зону 44-летний маньяк не стал, свел счеты с жизнью в изоляторе, вскрыв себе паховую артерию. Получилось так, что свое последнее пристанище Комин нашел рядом с могилой отца своей жертвы, Татьяны Козиковой. Впрочем, сам маньяк представлял место своего последнего приюта несколько иначе. Подземный город, говорил, сделаю, что будет огромное количество людей. Я сделаю себе гроб со стеклянными окошками, и будут они, мои дети, приходить и смотреть на меня. Выкачаю воздух из гроба, и я буду всегда целый. Рядом посажу, как символ, говорит яблоню, вспоминал о безумных мечтах Комина, его подельник Михеев. Ирина Ганюшкина сменила фамилию и навсегда уехала из Вятских Полян. А получившие свободу Татьяны Мельниковой и Татьяны Козиковой так и не смогли адаптироваться к нормальной жизни. В первое время женщины пытались искать работу, но бывших рабынь никто не хотел брать в штат. Порой им не оставалось ничего другого, как питаться отходами, которые они находили на помойках. На воле обе прожили немногим больше семи лет, после чего скончались от сердечных приступов. Сообщник Александр Михеев был приговорен к 20 годам лишения свободы. Освободился в 2017 году. Два года нахождения под следствием были зачтены в срок. Вячеслав Соловьев родился 12 марта 1970 года в Ярославле. Он рос в полной семье. Его отец и мать были обычными работягами. В детстве мальчик ничем не отличался от сверстников. В 1988 году он пошел в армию и попал в дивизию внутренних войск имени Держинского, где получил серьезную черепно-мозговую травму, упав с вышки. После этого у молодого человека стали случаться вспышки неконтролируемого гнева. По некоторым данным, находясь в больнице, Соловьев после ссор задушил подушкой соседа по палате, но эта история сошла ему с рук. Дело замяли. Вернувшись домой, Вячеслав женился. С будущей супругой Ольгой, которая дождалась его из армии, он познакомился еще в старших классах школы. Молодая семья поселилась в трехкомнатной квартире на Ленинградском проспекте, которым молодым подарил отчим Ольге. В 1989 году у них родилась дочь Настя. «Я люблю вас очень сильно. У меня нет никого, кроме вас. Я понимаю, что доказать свою любовь слов недостаточно. Нужны дела», — писал своей жене Вячеслав, когда она находилась в роддоме. Жена Соловьева была домохозяйкой, занималась разведением цветов, водила дочь в художественную школу и ухаживал за мужем, у которого обнаружили сахарный диабет второго типа. Вячеслав неплохо зарабатывал, недолго проучившись в местном политехническом институте, он бросил учебу и открыл свою фирму. В 2002 году Соловьев посмотрел фильм «Настольная книга» молодого отравителя, посвященный жизни серийного убийцы Грэма Янга, а затем прочел детектив Агаты Кристи «Вилла Белый конь», где описывалось отравление талием. Эти истории настолько увлекли Вячеслава, что он решил поэкспериментировать с ядами. На одном из местных предприятий Соловьев купил различные препараты, в том числе 400 граммов сульфата талия, за которые заплатил 2500 рублей. Изучив в библиотеке рецептуры смертоносных смесей, Вячеслав изготовил четыре вида яда. Сперва он испытал отраву на самом себе, всякий раз спасаясь заранее подготовленным антидотом, затем подопытной стала кошка Соловьевых, животное, которому экспериментатор подсыпал порошок в миску с кормом, вскоре умерло. На кошке отравитель не остановился. После очередной ссоры с женой, которая, как позже будет говорить Вячеслав, ему надоела, он начал добавлять яд ей в еду. После куска жареной рыбы, которую Соловьев начинил отравой, Ольге стало плохо, ее госпитализировали. Но тогда порция яда оказалась небольшой, и женщина выжила. Но и на этом Вячеслав не остановился и продолжал травить жену на протяжении нескольких месяцев. Ольга стремительно худела, но списывала это на занятия спортом и эффект от иглоукалывания. Однако в декабре 2003 года ее состояние резко ухудшилось, она впала в кому и вскоре скончалась, несмотря на все усилия врачей. Точную причину смерти патологоанатомы установить не смогли. Вскрытие показало, что у покойной отказали печень и почки. Через некоторое время после смерти супруги Вячеслав наметил новую жертву — соседа Михаила. Соловьев ненавидел его за чрезмерное при страсти к спиртным напиткам. Михаил порой напивался и ложился спать в общем тамбуре, мешая соседу попасть домой. Последней каплей для Соловьева стала пропажа автомобильного аккумулятора, который он неосмотрительно оставил у входной двери. Кражу отравитель списал на соседа-алкоголика и стал готовить месть. Однажды он пригласил Михаила в гости, купил водку и приготовил красную икру с ядом. Маньяк знал, что от бутерброда с деликатесом сосед не откажется. Но Михаил неожиданно ушел в запой и пропал на несколько дней. Соловьеву пришлось спрятать отравленную икру в холодильник. Когда он ушел на работу, часть икры съела его дочь, четырнадцатилетняя Настя. В тот же день она попала в больницу. Состояние девочки ухудшалось каждым днем, у нее выпали волосы и стала отниматься нога. Врачи провели множество исследований и взяли у пациентки всевозможные анализы, но определить причину ее болезни так и не смогли. Отец даже не попытался спасти дочь, и Аяде не сказал. «Из-за чего я не сказал врачам Аяде, это была моя слабость, трусость, я побоялся своего разоблачения в отравлении жены», — признавался Вячеслав Соловьев на допросе. Промучившись несколько месяцев, в августе 2004 года Настя умерла. Соседям Соловьев сказал, что девочка не пережила смерти матери и покончила с собой. Вскоре после этого Вячеслав закрыл свою фирму, продал квартиру и переехал к новой знакомой, которая занималась торговлей на местном рынке и жила на улице Урицкого. Устроиться на работу Соловьеву помог его отец, который занимал должность на нефтеперерабатывающем предприятии. Благодаря своим связям он пристроил Вячеслава инженером-снабженцем в строительную компанию. На новом месте Вячеслав стал потихоньку травить сослуживцев. Он подсыпал яд в графин с водой, который стоял у него в кабинете, а потом наблюдал, как сослуживцы жалуются на тошноту, боли в животе и выпадения волос. Они пугались и грешились на следы тяжелых металлов на территории предприятия, однако экспертиза, которую провели приглашенные специалисты, эту версию не подтвердила. Одному из коллег Соловьева повезло меньше других. Он несколько раз попадал в больницу, и у него отказывали ноги. А потом очередь дошла и до новой избранницы-отравителя. Полгода спустя, после начала совместной жизни, Ирина стала его раздражать. В апреле 2005 года он подсыпал сожительнице яд в кофе. Я ее не хотел убивать, я ее хотел просто напугать, то есть чтобы ей стало плохо, и все. Она после первого раза не поддалась на мои провокации с ее состоянием здоровья, а второй раз я решил применить побольше, и оказалось, что это ее привело к смертному одру, признавался позже Вячеслав Соловьев. После второй порции яда Ирина скончалась. Убийца сообщил врачам, что причиной смерти стал энцефалит, якобы незадолго до смерти Ирину укусил клещ. Медики Соловьева почему-то поверили, но его отец заподозрил неладно и поделился страшными догадками с сотрудниками прокуратуры. Впрочем, они не приняли слова Соловьева-старшего всерьез. «Если бы Славу задержали в 2005 году, после моего первого обращения, сколько бы жизни это спасло», – рассказал Валерий Соловьев в СМИ. Узнав об этом, Вячеслав стал угрожать родителю и заявил, что тот подошел к самому краю пропасти. Но отец все же попытался предупредить новую возлюбленную Соловьева, тренера по акробатике Оксану, который тот сошел с осенью 2006 года. Но женщина, которая в одиночку поднимала двух маленьких дочерей и была безумно рада появлению в доме мужчины, лишь отмахнулась от родственника с его подозрениями. Отравитель с виду был примерным семьянином, на машине отвозил гражданскую жену на спортивные сборы, а сам в это время заботился о падчерицах. Однако со временем он начал испытывать ненависть и к новой избраннице. Впрочем, прежде чем расправиться с Оксаной, Соловьев успел отравить сотрудника Держинского РУВД капитана Вячеслава Щербакова. К нему на допрос Соловьев попал в августе 2006 года по делу о массовой драке, которая произошла в феврале того же года в одном из городских кафе. В ходе конфликта отравитель ударил своего обидчика ножом и на допросе капитан Щербаков попытался выяснить, кто был зачинщиком той драки. Но Соловьеву очень не понравилось, с каким напором следователь вел беседу. Получив момент, когда Щербаков отвлекся, Соловьев подсыпал яд в его чашку с кофе. Позже из той же кружки выпила кофе напарница Щербакова. Несмотря на то, что женщину долгое время мучили приступы учащенного сердцебиения и головокружения, она выжила. А капитан прожил недолго – в августе 2006 года он скончался от тромбоза легочной артерии, вызванного отравлением. Что до Соловьева, то его в итоге признали виновным по делу о поножовщине, но он отделался условным сроком. Отравив капитана, Соловьев решил расправиться с очередной любовницей. Когда они вместе отправились в гости к бабушке Оксаны, которая жила в поселке Красный Парфинтерн, он подмешал порошок в графин с морсом. Выпив его, Оксана слегла, подумав, что заболела гриппом, однако благодаря крепкому здоровью выжила. А для ее бабушки отравленный морс стал приговором – она умерла. В марте 2007 года отравитель начал травить соседей по квартире – сестру Оксаны Наталью, ее мужа Евгения и годовалого сына Сашу. Соловьев подмешал яд в банку с водой, из которой пила вся семья, включая малыша. Первым в больницу попал Саша. Он внезапно стал падать, хрипеть и задыхаться. Испуганные родители вызвали скорую, и мальчика в срочном порядке доставили в реанимацию. Врачи всю ночь боролись за жизнь ребенка, но спасти его так и не смогли. Саша, которому суждено было стать последней жертвой Соловьева, умер утром. А через пару дней в клинику, прямо с похорон сына доставили Наталью и Евгения. У них началась рвота и поднялась температура. Вначале врачи поставили обоим диагноз – пневмония, но лечение не помогало, супругам становилось все хуже. У ярославских врачей не было хороших лабораторий для проведения сложных анализов, и они решили обратиться за помощью к специалистам из Санкт-Петербурга. Токсикологов из Северной столицы сразу же насторожили симптомы странной болезни, которая сразила Наталью и Евгения. У обоих клочьями выпадали волосы. Специальные анализы показали наличие большого количества талии в организме обоих. Когда привезли анализы, у врачей волосы встали дыбом, сказали, что у меня доза больше, чем в десять раз превышает смертельную. Непонятно, как я живу и до сих пор еще. У меня сливали кровь, откачивали плазму, заливали в физраствор. Вот такая чистка своеобразная – плазма форез называется. Когда врач первый раз плазму сливал, я видел, как его передернуло самого, трясти начало. Он показал плазму, она была черная, – рассказал позже Евгений одной из газет. Поняв, в чем дело, врачи немедленно приступили к лечению отравления, и супруги пошли на поправку, но Евгений на всю жизнь остался инвалидом. Выписавшись из больницы, они обратились с заявлением в местное ОВД. Изучив ближайший круг знакомых семьи, следователи наконец обратили внимание на Соловьева. Уж слишком много было вокруг него подозрительных смертей. Обследовав рабочее место мужчины, втайне от него сыщики обнаружили – в ящике стола странный компьютерный диск. Выяснилось, что на досуге Соловьев изучал, как превратить человека в зомби. Хранился у него на работе и диск с фильмом про отравителя Грэма Янга, а также распечатанные кадры из этой кинокартины. За Вячеславом установили слежку, и вскоре милиционеры увидели, как он направляется к заброшенным складам на территории своей компании, около которых некоторое время копался в земле. Дождавшись, когда Соловьев вернется на рабочее место, сыщики обследовали то место, куда он приходил, и нашли там странный пузырек с порошком белого цвета. Часть вещества взяли на экспертизу, которая подтвердила – в пузырьке был яд на основе талия. В мае 2007 года 37-летнего маньяка задержали в тот момент, когда он откапывал пузырек. К слову, за несколько дней до этого Соловьев оказался в центре скандала в собственной компании, камера видеонаблюдения зафиксировала, как он распылял в туалете газовый баллончик. Следователи решили провести эксгумацию всех погибших, связанных при жизни с отравителем, и судмедэксперты во всех останках обнаружили талий. Впрочем, Соловьев и не отрицал свои причастности к отравлениям. На допросах он с упоением иногда по полдня рассказывал об обстоятельствах смерти каждой из своих шести жертв. Отравитель сообщил, что каждый год навещал могилы отравленных им женщин. Умолчал он поначалу лишь о случае со следователем Чербаковым, но затем сознался и в этом. Психологопсихиатрическая экспертиза признала Соловьева вменяемым, однако после первого же судебного заседания маньяк попытался свести счеты с жизнью прямо в здании суда. Его успели спасти, но после этого в деле наступил перерыв. Сначала подсудимый проходил положенное лечение, а затем специалисты провели еще одно освидетельствование. Ну и на этот раз вердикт психиатров остался прежним. Соловьев вменяем. Это решение вполне устроило подсудимого. В отличие от большинства маньяков, мечтавших вместо камер отправиться в психиатрическую клинику, отравитель не хотел попасть на принудительное лечение. Ознакомившись с доводами следствия, отец маньяка фактически отказался от сына, проклял его и потребовал для него сурового наказания, а мать Соловьева, которая до последнего не верила в причастность сына к смертям Ольги и Насти, ходила на судебные заседания и присутствовала при последнем слове отравителя. К финальному выступлению Соловьев тщательно подготовился и записал речь в тетрадку. Маньяк не стал просить прощения у родственников жертв и лишь пожаловался на здоровье, инвалидность 2 группы, гепатит и гипертонию. Он также отметил, что добровольно признался во всех преступлениях и просил не наказывать его слишком сурово. «Мне хотят дать максимальное наказание, но мы же не в средневековье живем, когда всем правит инквизиция», — говорил Вячеслав Соловьев на суде. Впрочем, монолог подсудимого суд не впечатлил, маньяку назначили пожизненной с выплатой в пользу родственников жертв около 1 миллиона рублей. Однако до колонии особого режима Соловьев так и не добрался. В декабре 2008 года отравитель скончался в одиночной камере СИЗО Ярославля. Причиной стало флегмона, гнойное воспаление подкожных тканей, которое на фоне сахарного диабета оказалось смертельной для осужденного. Не исключено также, что свою роль сыграли эксперименты с ядами, которые Соловьев проводил на себе. Его исповедником невольно стала я сама. Перед смертью Соловьев распахнул мне душу. Он признался, что его тянут на тот свет души детей, которых он отравил. Умирая, говорил, что виноват в их смерти, и что это злодейство ему даром не пройдет. Бог накажет. Он умолял меня пригласить в камеру священника, чтобы опокаяться в своих грехах. Однако я не успела. У него началась рвота, и он впал в кому, — рассказала сотрудница СИЗО Ярославля о смерти маньяка-отравителя Вячеслава Соловьева. Ритуальные убийства четырех подростков в 2008 году потрясло не только область, но и всю Россию. После убийства останки подростков пролежали в земле полтора месяца. Разделанные тела нашли только 12 августа 2008 года. Некоторые детали страшного преступления повергают в шок. А история ярославских сатанистов в очередной раз подтвердила статус «Дело десятилетия». Секта сатанистов образовалась в Ярославле в 2006 году. Ее основателем был 16-летний Константин Баранов. Позже к объединению присоединились еще два подростка — Николай Оголобяк и Алексей Чистяков. В течение года в секту вступил Антон Маковкин, Сергей Карпенко и Александр Воронов. В таком составе члены секты несколько лет проводили крупные ритуалы. Для жертвоприношений использовали убитых собак и кошек. Новых членов секты посвящали кровью животных. Компания нашла себе укромное место, где проходили встречи и ритуалы. На пустыре за пятым торфяным переулком, между частным сектором и полузабытым кладбищем, в Красноперекопском районе Ярославля сатанисты установили перевернутый крест. К нему привязывали трупы животных, а рядом жгли костер. В 2008 году секта разрослась. Основатель Константин влюбился в молодую Ксению Ковалеву. У будущих убийц завязалась любовь по переписке. Позднее следствие использует эти сообщения в качестве улик. Баранов и Ковалева были явно влюблены в друг друга. Следствие предполагало, что Баранов рискнул пойти на убийство ради девушки. В переписке, кстати, не было никакой жестокости или призывов. СМС содержали ласковые признания в любви. Именно Ковалеву первой посвятили в сатанисты человеческой кровью. Во время обряда девушка выбрала себе кличку Кара. Первыми жертвами, чьей кровью умывалась Ковалева, стали молодые Оля Пухова и Аня Горохова. Девочки познакомились с Алексеем в училище. Молодые люди учились в параллельных группах. Позже Оля и Аня познакомились с Андреем, в которого влюбилась Аня. Позже на допросе Маковкин расскажет, что за пару недель до убийства они с девушкой даже поцеловались. Вечером 28 июня 2008 года члены секты собрались в квартире Николая. В тот вечер в гости к сатанистам пришли Оля и Аня. Девушки причисляли себя к субкультуре готов, но к жестокости и сатанизму не имели никакого отношения. Компания выпивала, а когда жертвы стали достаточно пьяны, их отвели на ритуальную поляну. Сатанисты выстроились определенным образом, пентаграммой, а в центре нее разожгли костер. По условному сигналу набросились на жертв и закололи их кинжалами. После этого компания начала фотографироваться с безголовыми телами на телефон. Позже трупы разделали. Согласно материалам дела, некоторые органы они съели. Ксению Ковалеву умыли кровью жертв, а тела девушек закопали в нескольких ямах поблизости от ритуальной поляны. После этого сатанисты вернулись в квартиру. До второго и третьего убийства оставались одни сутки. На следующий день, 29 июня, из Рыбинска в Ярославль приехал Андрей Соловьев. Парень, так же как и Ксения, был потенциальным членом секты. Поэтому в этот раз сатанисты собирались посвятить в клан и его. Для нового ритуала выбрали Андрея Сорокина и Варю Кузьмину. Так же как предыдущие жертвы, эти молодые люди были знакомы с убийцами. Сорокин давно был знаком с сатанистами. Он так же, как и Оля Пухова и Аня Горохова, причисляли себя к Готэм. Известно, что его даже приглашали вступить в секту, но он отказался. Рассказывала об этом гособвинитель Елена Смирнова. Из всех жертв секты только Варя попала на ритуальную поляну случайно. Они с Андреем только начали встречаться, поэтому девушка пришла с ним в квартиру, а позже и на пустырь, за пятым торфяным переулком. Убийство должно было повториться по сценарию прошлой ночи. Но в какой-то момент Варе стало некомфортно в компании сатанистов и она захотела уйти. Когда Варя попыталась уйти, Ковалева отвлекла ее, специально заболтала и переубедила уходить. Девушка успокоилась. И тут сатанисты набросились на нее и на Андрея с ножами. Андрей попытался дать сатанистам отпор, но превосходство было на их стороне. С убитыми подростками сделали все то же самое, что и с прошлыми. По показаниям свидетелей, когда убивали Сорокина, а Голобяк вслух считал удары. Считал до тех пор, пока не нанес 666. Самым неутомимым из сектантов был Маковкин. Даже когда все уставали, он продолжал. Позже следователи выяснят, что каждому из сектантов была отведена специальная роль. Чистяков был адский секретарь. Он делал записи, вел книгу мертвых, сделанную из кожи подростков. А Голобяк – воин. Он первый начинал нападение на жертв. Маковкин был организатором. Он продумывал каждую деталь, рисовал схемы, приказывал выстраиваться всем на пустыре в форме пентаграммы. Останки Андрея и Варри сектанты также закопали в ямы. Одежду ребят сожгли на ритуальном костре. Убитых начали искать не сразу. Их родители до последнего были убеждены, что подростки уехали на рок-фестиваль. Как только фестиваль прошел, а дети не вернулись, стало понятно – творится что-то неладное. В первых числах июля родственники пропавших написали заявление в милицию. Оперативники практически сразу вышли на след главных подозреваемых – Чистякова, Оголобяка, Баранова, Ковалеву и Маковкина. Сначала все они отрицали даже знакомство друг с другом. Удалили из телефонов номера, но продолжали общаться. Чтобы запутать следствие, писали друг другу в сообщениях, слова задом наперед. Допросы шли несколько дней. Первым раскололся Баранов. Он показал место, где компания спрятала тела. После этого сдались и все остальные. К тому моменту Маковкин еще не был задержан, но друзья сдали его, описав внешность. Парень с длинными черными волосами, весь в пирсинге, на ногтях черный лак. Оперативники поехали по указанному адресу в Рыбинск. Нам открыл дверь абсолютно нормальный парень. С нормальной стрижкой. Нормально одетый. Очень адекватный. Пытался нам помочь. Рассказывал то, что якобы ему известно. Рассказывал один из милиционеров. Мы сначала думали, ошиблись. Только потом поняли, что это он. Маковкин вообще очень хитрый. Он догадывался, что мы вернемся за ним, поэтому решил вместо тюрьмы посидеть в психушке. Он вышел на улицу, увидел проезжающую скорую и изобразил перед ними приступ в шизофрении. Они его забрали. Поставили ему диагноз. Но я до сих пор думаю, что он просто прикидывался. Оперативникам пришлось ехать за Маковкиным в больницу. Сначала медики не хотели его отдавать. Тем более, парень вел себя по-настоящему неадекватно. Но на допрос его все-таки забрали. Он едет с нами в машине и говорит, «Сзади сатана стоит. Он вам отомстит. Сатана руку мне протягивает». В общем, сначала он очень хорошо играл роль шизофреника. А потом, когда приехал в участок, понял, что это бесполезно. И снова стал нормальным. Рассказывал один из сотрудников милиции. Работа предстояла нелегкая. Оперативники признаются, чтобы вытащить информацию из подростков, надо было расположить их к себе, чуть ли не стать друзьями. Им пришлось даже изучать сатанизм, читать определенную литературу, чтобы разговаривать с ними на их языке. Расследование дела длилось несколько лет, из-за того, что тела подростков были неузнаваемы. Следователям пришлось проводить уйму экспертиз, включая анализы ДНК. Без них было невозможно определить. Из-за долгого следствия родственники погибших не могли получить тела для захоронения. В начало судебного процесса объем материалов дела превысил 35 томов. Первое заседание в закрытом формате состоялось 24 февраля 2010 года в Ярославском областном суде. Последнее заседание, на котором преступники услышали свой приговор, прошло в Ярославле 26 июля 2010 года. В тот день сатанисты заходили в зал суда с высокоподнятыми головами. Преступники вели себя надменно, на их лицах читалась усмешка, а не раскаяние. Андрей Маковкин явился на слушании с голым торсом, макияжем и укладкой. Преступник позировал для журналистов, а в какой-то момент даже выхватил микрофон у одного из корреспондентов. Когда судья спросил подсудимых о раскаянии, все кроме одного промолчали. Маковкин с ухмылкой произнес – нет. Из всех сектантов только Сергей Карпенко на протяжении всего приговора стоял, закрывая лицо. На заседании потерпевшая сторона была в шоке. Родители погибших находились в стрессе, особенно когда вслух описывали экспертизы останков, когда зачитывалось, где были части тел, что жарили, что ели и как происходило. Двое парней набросились на девушку, нанесли многочисленные удары. С целью сокрытия преступления соучастники разделали тела. Фрагменты тел закопали, одежду и личные вещи сожгли на костре. На следующую ночь при посвящении в члены клана подростка из Рыбинска были убиты подобным образом несовершеннолетние молодой человек и его подруга. Приговором Ярославского областного суда от 26 июля 2010 года совершеннолетний Николай Аглобяк признан виновным в надругательстве над местами захоронений умерших, совершенном группой лиц, убийстве двух лиц по предварительному сговору и надругательстве над телами. Ему дали 20 лет колонии строгого режима, первые пять лет в тюрьме. Основатель секты Константин Баранов признан виновным и получил 10 лет колонии общего режима. Александру Воронову также назначено 10 лет колонии общего режима. Алексею Соловьеву и Алексею Чистякову по 9 лет колонии общего режима. Ксения Ковалева приговорена к 8 годам колонии общего режима. Сергей Карпенко, который не принимал непосредственного участия в убийствах, приговорен к двум годам в колонии-поселении. По закону наказания несовершеннолетнему, независимо от количества совершенных преступлений, от фактических обстоятельств, до бесчеловечности, не может превышать 10 лет. Маковкина же суд признал невменяемым, убийцу отправили на принудительное лечение. У сатанистов уже были намечены следующие жертвы. Так, например, среди них была еще одна девушка, они уже хотели расправиться с ней, но ей удалось убежать от них, в прямом смысле откупившись кровью. Сектанты разрезали ей руку, чтобы выпить кровь, и отпустили. Другой жертвой могла стать Марья Масленникова. Она встречалась с Андреем как раз до Вари. Бывшая девушка Андрея, Марья, рассказала, что Андрею была интересна тема сатанизма, но не для того, чтобы этим заниматься. Это было обычное подростковое любопытство. Вообще, это была только оболочка, на самом деле он не был ни сатанистом, ни металюгой. Они встречались очень долго, он дарил ей очень милые подарки, мягкие игрушки, колечки, писал стихи и любовные письма, и не рассказывал ей об этой компании. Когда они расстались, то почти не общались. С кем он проводил время, она не интересовалась. Марья говорила о том, что ее бог отвел от неминуемых гибели. «Я могла оказаться на месте Вари, если бы мы не расстались. У меня было некое предчувствие. Когда мы еще встречались, он подарил мне гипсовую собачку. Потом попросил ее вернуть, сказал, что нужно, чтобы мы вместе разбили ее. Он говорил, что эта фигурка нас с ним связывает, а он знает, что скоро умрет и не хочет, чтобы я умирала. Последний раз мы виделись с ним за неделю до его гибели, а утром, в день смерти, он написал мне сообщение с пожеланием «Доброго утра». Несколько дней спустя Марья узнала о чудовищном убийстве бывшего парня. Спустя 10 лет после оглашения приговора почти все участники кровавого убийства вышли на свободу и спокойно ходят по улицам. За решеткой остается лишь оголобяк. Раньше всех из тюрьмы вышла Ксения Ковалева. Еще во время судебного разбирательства адвокат девушки начал говорить, что у нее тяжелое анкозаболевание. Гособвинитель сказал следующее. «Еще во время разбирательства тема заболевания говорила с ее адвокатом. Мы удивлялись, как ее доставляют на платное обследование из следственного изолятора без разрешения судьи». Сообщение о заболевании, размещенное в СМИ, адвокат Ксении пытался приобщить к делу. Однако подтвержденных сведений о ее заболевании не было. Позже в апелляционную инстанцию был передан документ о болезни. Вследствие этого срок Ксении был снижен до 6 лет лишения свободы. Меньше чем через год, как говорит Елена Смирнова, Фрунзенский районный суд Ярославля полностью освободил Ксению от наказания из-за смертельного недуга – лейкемии. Девушка вышла на свободу. Алексей Соловьев освободился из Ярославской колонии номер один 11 августа 2017 года. У колонии парня ждала девушка. В тот день она сказала журналисту, что не верят в то, что любимый мог совершить подобное преступление. Пара планировала переехать в другой город. Алексей Чистяков также освободился из тюрьмы. Основатель секты Константин Баранов должен был выйти на свободу в июле 2020 года. Но информации я не нашел. Александр Воронов также вышел из тюрьмы и вернулся к обычной жизни. Маковкину все же удалось избежать тюрьмы. Он находился лишь в СИЗО во время следствия. Потом его признали невменяемым и отправили в психиатрическую больницу в Костроме, откуда он вышел в 2011 году. Сергей Карпенко, получивший самый маленький срок, устроился в антикварную мастерскую. Судя по социальным сетям, у него растет дочка. Алексей Соловьев живет с девушкой. Судя по их страничкам во Вконтакте, парочка переехала в Петербург. Алексей Чистяков живет в Ярославле, по всей видимости, он поддерживает связь с Соловьевым. При этом оба фигуранта дела от комментариев отказались. Он говорил, что не виноват, что их очень жестко прессовали во время следствия, поэтому они дали такие показания. О Константине Баранове известно немного. В УФСИН Ярославской области лишь подтвердили, что он вышел на свободу. Александр Воронов, судя по социальным сетям, счастливо живет со своей девушкой. Николай Оголобяк сейчас находится в колонии под сыфтывкаром. Родные навещают его нечасто. Изредка он шлет в Ярославль поздравительные открытки. Открытку недавно прислал. 7 июня у матери день рождения был. На открытке цветы, такие красивые, и написано «Мама, я люблю тебя». «У меня все хорошо», — рассказала родственница Оголобяка. Из тюрьмы он часто звонил адвокату. Спрашивал, как дела. Просто хотел общаться. Последний раз созванивались. Года два назад, а может больше. Последний раз он звонил из Владимира еще. По таким делам, как у него, обычно у Дони дают. «Остальным просто повезло. Он их буквально на чуть-чуть старше», — сказал адвокат Сергей Федоров. Ксения Ковалева после освобождения из тюрьмы затерялась. Некоторые говорили, что она умерла. Но ее социальные сети говорят об обратном. Страничка Ксении достаточно активна. Судя по ней, девушка ведет социальную жизнь, учится в одном из ярославских вузов. Из аккаунта Ксении полностью стерты отголоски, совершенного 13 лет назад преступления. Антон Маковкин после освобождения из больницы пропал из социальных сетей. Гособвинитель по делу Елена Смирнова до сих пор уверена, что он ввел медицинскую экспертизу в заблуждение и стимулировал шизофрению. Тем более, еще до вступления в секту подобные пациенты были. На допросах он вел себя спокойно. Создавалось впечатление, что он полностью отдает себе отчет в действиях. Мать Маковкина попросила прощения за своего. Я даже не знаю, как назвать. Я не могу просить этих людей. Никогда не смогу. Я прокляла их тогда, 13 лет назад. Каждый раз, приходя к дочери, прошу у нее прощения, что я упустила что-то. Я живу памятью о своей дочери. Она со мной в моем сердце. Пусть никогда не повторится такое. Родителям желаю жить жизнью своего ребенка. Быть в курсе всех его интересов. Просто беречь. Я вот не уберегла. Сказала корреспонденту мама убитой Ане Гороховой. Последнее совместное фото Ани Гороховой и ее мамы. Женщина рассказала, что раньше родители убитых подростков общались, но в какой-то момент перестали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова